У нас получилось три вида целого. Третий вид предполагает определенное качество. И имеет, в свою очередь, такой вид. Переход от темноты к свету конкретизируется в отношении трех цветов. С одной стороны он конкретизируется в отношении трех цветов. А с другой стороны он конкретизируется в отношении двух отношений. Темнота, свет. Темнота, свет. Темнота, свет. Здесь мы имеем с одной стороны отношение трех цветов. А с другой стороны отношение двух отношений. Темнота, свет. Ну или, соответственно, там темнота, звуки. Цвета даже не собрать внимания. Я все правильно говорю про цвета, да, в самом начале? Да. Соответственно, сохраняется та проблема, которую сформулировал Булат в прошлый раз. Что мы имеем ситуацию с созерцанием. Мы созерцаем три цвета. Мы очень довольны собой. При этом цвета соотносятся друг с другом именно как цвета. То есть они соотносятся как разные светлости. Если это звуки, то как разные громкости. То есть они соотносятся не параметрами или характеристиками, а целиком как цвета. Светлость не является параметром цвета, а является его, как я выбрал слово, определением. Так же как звук не является параметром, а громкость не является параметром звука, а является определением звука. Поэтому на этой стадии нам удобнее рассматривать, просто удобнее, рассматривать не цвета, не звуки, а отрезки. Потому что в отрезках есть только одно определение, длина и никаких параметром. У цветов и звуков есть, кроме определения еще и параметром. У цвета яркость, например. Ну отрезок может быть не прямой, а какой-нибудь там. Ну прямые отрезки берем для удобства прямые отрезки. Тогда мы получаем, что переход от точки к длине конкретизируется в отношении трех длин или трех отрезков. Поскольку о качествах мы говорим только, знаем только их определение, то мы никак не можем сказать, насколько один длиннее. А цвета, знаем их светлость. Они как бы совпадают со светлостью, а звуки совпадают с громкостью, но отрезки, само собой, совпадают с длиной. Поскольку мы знаем только определение, то мы никак не можем сказать, насколько один длиннее другого. На этой третьей стадии целых. Они просто длиннее. Второй длиннее первого, а третий еще длиннее. Ну или применение второй. Не получается ли, что качество полностью редуцировано от количества? Я просто не знаю, я не уверен, что вообще речь идет. Просто может и получается, потому что светлее, громче. Если мы изначально начинаем с ситуации ничто-нечто, и затем его конкретизируем, то и при этом сохраняется везде, при переходе от одного нечто к другому нечто, сохраняется переход от ничто к нечто, то мы имеем конкретизацию все равно этого одного свойства. Если это тишина-громкость, то конкретизируется она в разных громкостях. Если иногда свет, то в разных светах. Это означает ли эта ситуация редукцию к количеству? Я не знаю. Не, но можно как бы рассуждать, что, несмотря на то, что каждый два цвета можно рассматривать, как переход от небытия к бытию, тем не менее каждый цвет сам по себе является чем-то самостоятельным. То есть цвета определяются не только по отношению к другому, и не только как бы от другого, но и сами по себе. То есть синий он сам по себе синий, а не потому что он отличается, скажем, от черного или белого. У вас же такого не бывает, чтобы синий был сам по себе. Синий только тогда синий, если он отличается от других цветов. Ну да. Но это же странно. А как тогда узнать, например, вот данный цвет, он синий, красный, как узнать? Вот как узнать, что цвет имеет определенного рода цвет? То есть вот то, что мы называем качеством, вот, например, красный или синий. То, что они разные, мы можем определить. И даже можем по интенсивности их измерить, да? Вот более, это еще более, еще более. Это мы можем как отрезки измерить, да? Более длинные, более длинные. Это мы можем сделать. А как вот саму вот увидеть эту вот характеристику-то? Цвет как цвет. Синий как синий, как увидеть? Можно такое вообще увидеть? Ну, здесь на самом деле похоже на то, как у Гигеля есть определение. Есть определение, как называется? Определение для другого, да, и определение в себе. То есть и нечто есть в себе, и нечто есть для другого. Вот для другого она выступает как совокупность каких-то качеств, в смысле отличие от другого. А в себе как бы… А, или для себя, да? Для себя, да? Для себя. Не в себе, а для себя. Она определяется сама по себе, нечто самостоятельное. Ну, Влад, если перед нами красный и зеленый, а потом появляются синий, то отношение красного и зеленого меняется. Поэтому, когда получается желтое, оно еще раз меняется. И поэтому говорить о красном как таковом… Ну, я все к старому разговору. Раньше были ядосы. Помните, если там что красный, было ядос красного и все. Я понимаю, что сейчас как бы другая логика. То есть качество цвета зависит от количества сравниваемых цветов. Да. А с другой стороны, каждый переход есть в воспользовании перехода темноты к свету. В этом есть какая-то устойчивость. Но это не устойчивость цвета как такового, красного как красного, и зеленого как зеленого. Предмет все время становится по определению. Требования красного как красного противоречат, видимо, основному тезису. Предмет находится в становлении, а то он и предмет. Предмет становится как предмет. Пожалуйста, давайте переформулируем это третье целое полностью на примере отрезков. Значит, третье целое у нас с одной стороны из себя представляет отношение трех отрезков. Второй длиннее первого, третий длиннее второго. А с другой стороны это два перехода от точки к длине. Да. То есть два перехода связаны между собой. И они не спать его не схлопываются. Они даны как отношение двух переходов. Да, но я просто хотел, чтобы это прозвучало, что переход, то что раньше называлось переход от тьмы к свету, звучит с отрезками, означает переход от точки к длине. Да. Но длине такой неопределенный. То есть не какой-то конкретной длине, просто в длине. Ну, этот переход к просто длине конкретизируется в третьем целом в отношении трех длин. Да. А с другой стороны в отношении двух переходов. И эта конкретизация не предполагает ясности, на сколько второй длине третьего и на сколько третьей длине сорока. То есть они соотнесены как ни в первую сторону. Состояние, где нет параметров. Потому что если это не только определение, то понятно, что отрезка будет соотноситься просто как отрезки целиком. Понятно, что длиннее и совершенно непонятно на сколько. То есть какой своей частью второй отрезок длиннее первой? Никакой своей части. Он даже действует в своей протяженности. Вот с первой протяженностью он соотносится как протяженную. А вот еще такая вещь, например, действительно мы говорим о характеристиках. Вот есть такая характеристика, как температура белого, да? То есть белое может быть холодное, белое может быть теплое, а дное тоже белое. Это у нас как будет пониматься? Ну пока никак, мы параметры не ввели, характеристики не ввели. Не, ну в каком-то отношении оно ведь тоже имеет отношение к количеству, к сравнению, к переходу небытия к бытию, от ничто к нечто. Весь разговор для этих параметров точно так же сохраняется. Это предъявленное утверждение, потому что о параметрах мы пока не говорим. Мы находимся на стадии третьего цехла. И есть определение. Отрезок – это длина, звук – это громкость. Но нет ли их параметров? Нет, а как мы докажем, что эти параметры – это параметры цвета? Может это просто точно такие же характеристики, как вот звук есть, есть цвет, а есть вот что-то типа температуры цвета. То, что мы называем температурой цвета, хотя это в принципе может быть самостоятельно, это нечто само по себе. Это мы прицепляем его к цвету, как будто бы мы понимаем, о чем идет речь. А вообще говоря, вот таких характеристик много в разных? Горячая и холодная – это что такое? Не, ну здесь, наверное, всегда усложняются метафоры. Горячая и холодная – это как-то по-нормальному как называется. Ну, я понимаю, но это дело же не в том, как называется. Если мы будем честными, мы должны говорить о том, что таких характеристик на самом деле в одном ряду много. Есть цвет, звук, температура, температура в том смысле таксильная, температура, цвет и прочее. Но я просто даже много можно придумать таких характеристик, которые имеют значение в каком-то спектре. То есть может быть одно, другое, третье. Ну, свет и звук – это не характеристики, это качество. А почему теплота, а не качество? Ну, теплота чайника – это качество, а теплота света – это характеристика. Ну, лучше не брать метафоры, лучше ограничиться со специфическими характеристиками данного качества. Понятно, что сила или громкость звука – это его определение, а его длина – это характеристика. Потому что длина не конкретизирует переход от тишины в звуку. Конкретизирует одна только громкость. Высота звука тоже не конкретизирует переход от тишины в звуку. Поэтому, заранее говоря, это параметр, хотя пока мы параметр не выделим. Но, предварительно говоря, понятна разница между определением и параметром. Громкость – это определение звука, а высота его выше-ниже – это параметр. Хотя бы потому, что, когда мы рассуждаем, что есть тишина – звук, который конкретизируется в двух громкостях. И эти две громкости, два звука своей обратной стороной имеют тишину и звук. Надо бы не сказать про высоту. Выше-ниже не имеет своей обратной стороной тишину и звук. Почему? Потому что он все равно выше-ниже. Нет, ну как бы отсутствие чего-либо и некая высота. Там понятно, что ли, не о тишине идет речь, конечно. Отсутствие чего-то и высота некая. То есть некая разница есть. Вот высота может быть здесь та только через громкость. Сначала громкость, а потом уже высота громкости. Просто громкость – это, на самом деле, характеристика интенсивности, амплитуды. То есть, как бы, трудно сказать, что именно звук – это громкость. То есть, так, наверное, можно сказать, но это характеристика интенсивности. То есть, также у цвета, как бы, насыщенность, да, вот эта характеристика интенсивности. Если нет громкости, то нет звука. Но, может быть, высокий, низкий. А если нет высоты, то и звука тоже нет, как бы. А если нет параметра… Цвета проявляется после громкости. Почему? Без высоты могут быть разные громкости, одной высоты, и прекрасно будет все звучать. А вот без громкости разные высоты. То есть, это громкость интенсивности, а что – ничто? То есть, есть – нет? Да-да-да, я помню, ребенок у меня ходил в музыкальную школу, и у них в классе был мальчик, который думал, что «выше» – это значит громче. И с ним учительность долго возилась, чтобы, так сказать, объяснить, что это не так. Ну вот, пожалуйста. Ну, а она объясняла, что есть две разные характеристики звука. Мы рассуждали немножко иначе. Да-да. Это-то понятно. Я просто к замечанию Булата, что не будет… Не, просто я думаю, каким образом звук когда-нибудь станет многообразным. Что вот есть нечто одно – звук, у которого есть много характеристик – громкость, высота… Сейчас пытаемся… Нет, просто этого не сможет случиться, если изначально он таков не будет. Потому что мы никогда не присоединим высоту к звуку, к громкости. Как это мы объединим? Высота – это как бы одна характеристика, громкость – это другая. Почему это не является разными сущностями? Почему эта сущность одна? Нет, Булат, мы, конечно, никакой характеристики к звуку не добавляем. Мы не демиологи, чтобы творить звук. Но единственное, что мы можем сделать – это обосновать форму мысли, которая позволит воспринимать звук в качестве многообразного. Сейчас, на данном этапе, мы говорим о форме мысли, которая позволяет просто различить звуки. Вот это вот простое различение звуков Олег Михайлович обозначает словом… Определение. 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 Да. Это не параметр. Это просто вот само бытование звука, если угодно. Ничего кроме. То есть форма… Мы-то строим только форму. А понятно, что, когда построится форма, позволяющая мыслить многообразно, то, ну, будут параметры у звука. Нет, просто… Но не в отрезку. Это все просто к тому… В отрезку не повезло. Это все просто к тому разговору, что качество сведено к количеству, да, к одному, к какому-то параметру, который какой-то имеет… Набор характеристик. Тут и в этом проблема. Нет, Влад, подожди. Строго говоря, это не количество, потому что количество должно быть внутри себя дифференцировано. Мы должны уметь… Если мы говорим «количество», это значит, что мы умеем сказать, насколько больше или насколько меньше. А сейчас наше положение не таково. Мы просто знаем, что больше, но не знаем, насколько. Поэтому это и не вполне количество. Нет, ну, с самого понимания, больше – это количество. Нет. Больше, больше, больше. Ну, ты какого философа ни возьми, нет такого определения количества, как просто больше. Гегель – это уже сам был. Но для него количество – это не просто больше, это более сложное отношение. Просто по нашей логике получается, что мы задаем качество определенного – цвет, звук. И как когда их различать, эти качества? Удерживая рука качества. Нет другого, видимо, хода, кроме как больше и меньше этого самого качества. Потому что такое качество – это будет совершенно другой разговор. Качество с качеством никак не соотносится. Ни количественно, ни качественно. Вообще не соотносится. Звук, свет. Поэтому, если мы сначала рассматриваем качество, которое мы прогритизируем, то получается больше и меньше качества. И этот разговор может быть действительно не о количестве. А может быть количество не о количестве. Но я не мыслю на разговоре. Это, наверное, нормально, что у нас цвета, звуки длинные, запах или что-то еще. То что с ними еще делать? И они соседствуют с ничто, с небытием. А что это нужно требовать? Непонятно, как вообще можно требовать чего-либо, кроме как больше и меньше того же самого качества. А вы говорите, что потом думает, что там налево, а лево-лево? Ну, здесь можно думать. Каждый раз, когда вы к этому возвращаетесь, я сейчас охотно делаю то же самое. Потому что надо вдумываться. Слишком непривычная ситуация. Итак, именно потому, что мы имеем только определение без параметров, получается, что разные отрезки сравниваются именно как отрезки. То есть неизвестно, насколько второй отрезок больше первого, а третий больше второго. Опять же, это можно как депутатировать? Чем второй отрезок отличается от первого? Потому что длина... Почему мы обязательно хотели... Даже словес в количестве... Просто чем отличается? Он отличается, он другой. А, нет, не годится. Чем отличается, мы знаем. Часть длиной. Длиной по этому моменту, собственно, разница. Ну, получается, насколько. Какой своей частью он отличается от первого? То есть во второй отрезок мы должны найти структуру. Если он вдвое отличается, мы должны его разбить на двое. С 31. Я не верю, что здесь прямо вот так говоришь о количестве. Мы просто из вида разбили и показали, чем именно отличается. Какая именно часть отлична от первого отрезка. То есть это скорее признак отличающий. Если мы рисуем один отрезок, второй больше дерева и балал, то это второе. Чем он отличается от первого? Скорее признак, а не количество. А в третьем отрезке, если он тоже в свою очередь два раза больше второго, то мы рисуем три части. То есть дадим ему более сложную структуру, чтобы отличить его и от второго, и от первого. Итак, в третьем целом, ясно чем отличается, но не ясно насколько. Профессия надо подумать, но количественный язык, ясно чем, ясно насколько, не должен нам помешать, по крайней мере думать, что это не обязательно количество, это скорее структура. Кстати, по поводу определения еще подумал. В Аристотеле же определение это указание ближайшего рода и видовое отличие. То есть тоже опять два. Сначала указываем род, а потом уточняем, конкретизируем. Сначала мы указываем, что это звук, а потом конкретизируем. Сначала, когда сравниваем два звука, указываем, что звук. А когда берем третий звук, указываем, в чем собственно звук. Какое видовое отличие. Так что ли? Ну, она нападут, где я никогда не думал в этой связи. Может и наиболее. Ну, рода такие у нас бывают звуки, цвета, да, это все рода отдельные. Ну да, осел, животное порнокопытное. А зеленый осел, животное порнокопытное зеленое. Там уже ближайший род надо стараться. Ну, по-моему, все-таки непарная копыта. Не, ну надо же ближайший род. Ты и зеленых осел не бывает. Ну нет, там больше у них непарная копыта, она у них единая. Двуногая без пера, тогда лучше говорить. И зеленый. Надо подумать, если здесь связь, может если есть, было бы здорово. Не, на самом деле, это тоже два. Два определения, не одно. То есть сначала род, потом видовое отличие. То есть конкретизация. То есть мы удерживаем переход от мертвого к живому, да? Есть переход от мертвого к живому, может быть животное. Ну или там, не важно, будем считать, что от мертвого к живому. А животное, вот, без перьев. То есть удерживаем переход от мертвого к живому, мы добавляем без перьев. Ну, так сходу нет. То есть первый этап, мертвое живое, второе. Мертвое живое без перьев. Третий. Мертвое живое без перьев. Так, мы все и берём. И всё время надо удерживать эту ситуацию. Можно? И так, значит, мы имеем отрезки, которые различны как отрезки без указания на сколько. Один отрезок больше другого отрезка. И еще раз, здесь действительно нет количества, потому что отточник в длине, длина это не количество, это качество, и два разных отрезка, это просто две модификации качества. Длина же это не количество, по отношению к точке. Ну а что значит длина имеет разные характеристики? Она имеет разные характеристики количества. Нет, если отрезок и есть длина, то есть качество. Два разных длины, это две разные животные без пера и животные без шпиль. Как раз в определении Аристотеля, там-то как раз не количество, я вот тоже, можно обратить внимание, там-то как раз рядовое отличие, там нет никакого количества. Какое там количество? Там просто как бы уточнение, как бы конкретизации и все. Может, пример просто заводит нас в такое недоразумение с количеством, может, действительно здесь просто, а пример не очень значит? Ну, к примеру, все одинаковые. Разные громкости, разные светлости, разные длины. Раз исходным является определение тишины одну, то есть две разные громкости, это увеличенное количество. Два разных качества. Ну, таких же успехов, по крайней мере, два разных количества. Почему количество, не качество? Здесь, наверное, нет еще ни качества, ни количества. Возможно, и так. Если просто комплектизация одного качества. Это не количественная литизация. И некачественная литизация. Надо внимательно смотреть, чтобы понять, как даже получится эта разница между количеством и количеством. Итак, есть отрезки 3, которые различаются как отрезки. Как разная длина. Как нам перейти к уточнению, насколько второй в линии первого, третьей в линии второго? Мы говорили, что для этого мы должны уравнять первый отрезок самим собой. И сказать, что он сам себя укладывается один раз. Потом выяснить, что во второй отрезок, этот первый отрезок укладывается два раза. А в третьей три и так далее. Но заметим, что при переходе к измерению, так называемому измерению, потому что не факт, что это измерение. Нам достаточно двух, а не трех. Чтобы получить качество, нам нужно обязательно трех. Отношение к отношению. А для сравнения уже готовых качеств, для определенных качеств, достаточно другое. Но главное не в этом. Главное в другом. Я снова вернусь к ошибке Маркуса. Что происходит при построении, которое предлагает Маркуса. Мы из череды отрезков выделяем один, при таком Маркуса у нас удивили. Выделяем один, который не им второй и третий. Мы выясняем тем самым, что во втором этот эталон, воплощенная длина. У Марка есть гибко воплощенная длина. В данном случае это будет сантиметр, а воплощенная длина. Мы выбираем его из мира. И выясняем. Не сравним с самим собой. Выясняем, что второй два сантиметра, а третий три сантиметра. Таким образом, мы измеряем сначала каждое в отдельных тяпель, а потом их сравниваем между собой. Уже измеряем. Посредством эталона мы их сравниваем. Да. Посредством эталона мы их сравниваем. Сначала измеряем посредством эталона. Эталон воплощенная длина. Сначала измеряем каждое в отдельных тяпель, а потом уже измеряем и мы можем сразу измерять, чтобы полтора поражены. Третий длина стороной. А в ситуации, когда мы начинаем с уравниваем первого отрезка самим собой, и выясняем, что он себя укладывается один раз, а во второй отрезок два раза, мы сравниваем не отрезки, мы сравниваем в отношении отрезков. У нас есть исходные отрезки. Если мы не сжимаем, то мы говорим, этот 20 литров, этот 30 литров. Таким образом, полтора. А если мы сжимаем, то сжимаем, то мы измерили отношения первых двух отрезков. Не сами для себя отрезки, а их отношения. Исходным для нас является отношение этих отрезков, которое, собственно, и было в начале этой ситуации. Это длиннее. Мы конкретизируем отношения в определении в два раза. Длиннее. Измеряется... Нет ситуации, когда сначала изменяется отрезок. В этой ситуации нет. Нет ситуации, когда сначала изменяется второй отрезок, третий отрезок, и выясняется их отношение. В ситуации измерения отдельно взятого отрезка нет. С самого начала измеряется отношение. То есть, абсолютного нет мерила, а все относительно. В самом понятии отолога решается смыслом. Все относительно получается. Все относится друг к другу, а никакого абсолютного мерила самого по себе нет. При понятии отолога мы сохраняем эту исходную действительность и уточняем ее. В два раза. В три раза. В три раза. А если талона нет, и мы измеряем отношение, то переходим от одной действительности и от другой действительности. Это просто четвертый тип целого, где отношение между отрезками строится более как три. Сначала они немножко, вы помните, были просто разные. Теперь они разные по длине. Теперь они, кажется, это снова изменилось все. Они разные по количеству длины или, можно сказать, по характеру длины. Характер какая-то длины. В том, что она двухчленная. Характер какая-то длины. В том, что она требующая. Ну, на нормальном языке это количество называется? Наверное. В двое больше, в трое больше. Не знаю. Надо подумать. Потому что когда талон, точное количество. Ну, это понятно. А здесь, может быть, признак. Потому что мы видим в результате, чем отличается. Потому что чем отличается второй от первого. Чем отличается третий от второго. И чем отличается третий от первого. Не факт, что количество. Я не знаю ответа. Сыголовно точно количество. Однозначно. А здесь, может быть, и нет. Не, просто есть разные количества. Есть количество, как бы, множительное, во сколько раз. А есть количество аддитивное. Насколько. То есть, один отрезок в два раза больше другого, да. А можно сказать, это он на столько-то больше. Ну, это же улок сухой. Не, ну, просто это и то, и другое количество. Просто разного вида. Если, как бы, в характере множества, в характере процедур, говорит, то одна процедура процедура умножения, а другая процедура процедура прибавления. То есть, в чем прибавка, да, вот этого отрезка? Это один разговор, а на сколько, да, во сколько раз он? Лени, а это другой разговор. Еще раз я прибавлю. Ну, вот один отрезок больше другого, скажем, на х. На х сантиметров. Но в то же время он больше в два раза. Это просто один разный разговор о количестве. В одном случае это как бы плюс, а в другом случае это умножение. Ну, по-моему, все равно сели, что был, кто был. А здесь точно не было, что был бы, хотя я не могу до конца задумать ситуацию. Значит, первое, что я утверждаю, что когда берется эталон, есть ситуация, когда измеряется каждое качество порознь. Сначала объясняется, что эти эталон, сначала объясняется, что это два сантиметра, потом объясняется, что это три сантиметра, а потом они сразу устанавливаются к отношениям, которые заключаются в полтора. А если нет эталона, и первый отрезок укладывается в себя один раз, а во второй отрезок укладывается два раза, то нет ситуации, когда мы измеряем второй. Мы сразу измеряем, и, точнее говоря, переходим к конкретизированному отношению первого и второго. Это было у нас неконкретизированное отношение. Этой логической процедурой мы перешли к более конкретизированному, это достаточно конкретизированное, конечно, тоже ненулевое. Приходим, путем этой процедуры, переходим к более конкретизированному отношению первого и второго отрезка. Но нет момента, когда второй измеряется первым. В этом нет. Можно сказать, что это отношение первого и второго измеряет это отношение. Можно сказать. Потому что в два раза больше, наверное, все-таки разновидность измерений. Но никакой образом ни первый не измеряет второго. А измеряете и конкретизируют, здесь мне не очень понятно. Обязательно, если здесь два языка не стоит, можно говорить просто, чем отличается, то есть говорить о призме, отличающем второй от первого. Причем это параллогической процедурой, выяснить признак, который отличает второй от первого. Ну, как это, чем можно увидеть? Значит, второй отрезок больше первого. На эту же часть? На... А почему больше? Почему не отличается? Почему больше? Ну, потому что он... Да. Второй отрезок... Это первый отрезок и еще раз первый отрезок. Ведь так его обстают. Это значит, что второй отрезок отличается чем? Отличается длиной первого отрезка от первого отрезка. Если же мы не хотим говорить два, то тогда так. И третий отрезок отличается от второго чем? Опять-таки длиной первого отрезка. Нет, конечно, что-то количество. Раз. Отличается длиной первого отрезка. Опять количество. От первого отрезка. Конечно, приходится. Лукавство, если можно. Думаю, что, может быть, это просто изменение, то есть, количество от изменения. После конечного разнообразия. Один из видов признак. Ну, ладно. То есть, мы переходим к четвертому отрезку целого. Где вполне достаточно двух отрезков. Здесь существует три. Здесь достаточно двух отрезков. И, в отличие от третьего целого, четвертого целого, мы знаем, чем именно, или насколько, чем именно отличается второе от первого, или насколько он длинный. Потому что его определением является длина. Является ли это, доказательством количества, является ли это, или качественным длинным, или вот это не бог. Не могу сказать, я сам из вопросов. Здесь стучка, здесь длинная. Так почему это количество и качество? Можно чуть-чуть не количества. Нет, но когда второй в два раза длиннее первого, вот это количество. Когда первый просто отрезает, то есть это количество. Ну там да, не разбери, а второй отрезок, если он в два раза длиннее первого, так это количество. И здесь мы что имеем? Мы имеем разная длина. Это одна длина, это другая длина. Ну где здесь количество, я знаю. Здесь нет. А здесь мы узнаем, чем одна длина отличается от другой длины. Вот эти. Но это не абстрактное это, это же первый отрезок. Стало быть второе длиннее первого в два раза. Ну хорошо, значит здесь начинается количество. Не здесь, но здесь. Третий нам здесь не нужен. Не, ну быть может можно утверждать, что любое качество это есть количество. В конце концов, физика ВИТАКИ делает, как бы современная наука ВИТАКИ делает. А всякое качество на самом деле в то или иное количество. И все сведено в количество. Может быть. Может быть. Ну а это же как делается? Это же делается не феноменологически. Это делается тем способом, что более тонкий звук, это там, не знаю, бушек, любая струны, любая струны, любая струна, я скажу, это не тон, чем зуб. Ну не важно, это сводится к... Ну не феноменологически это делается. Феномены отражания струны не существуют. Ну восприятие из двух прав. Мы рассматриваем физацию из-за ненемологически. Свести к политику, наверное, по-разному. Я вот с вами. До свидания. Мы сейчас, если я считаю, в восприятии, в опыте. Не, ну а чем занимается математика-то? А если мы в четвертом случае от второго отрезка отнимем, что у нас останется? То есть это я, как пример скажем, взять, ну грубо говоря, одну голову и две головы. Вот если две головы в одной целое, это... Как сравнить с одной головой? Это новое качество две головы и одна голова? Или все-таки это что-то нечто другое? Две головы вместе соединенные. Они образуют новое качество. Если мы отнимем двух голов в одну голову, мы получим одну голову? Или мы получим что-то другое? А вот в том случае, когда вот у нас есть эталон, там у нас да, там у нас просто вот есть эталон, и второй отрезок, ну просто сумма двух эталонов. А вот в четвертом случае не добавляется ли там качество? Это же принципиальные отличия. Если второе мяч половину, то получится два первых. Но два одинаковых отрезка, это один отрезок. Просто если мы от второго отнимем, отнимем, отнимем... Мы же отнимаем не половину, мы отнимаем отрезок первый. Мы не знаем половина или не половина. Мы знаем, что второй отрезок состоит из двух первых. Но это не значит, что это половина. Половина это немножко другое. Мы знаем, что второй отличается от первого на что-то. Но половина это или не половина, непонятно. У нас эталон это нет. Эталон нам дает возможность сравнить половина, не половина, треть. А когда нет эталона, мы можем сказать только, что отличается на эту часть. И не знаем, что у нас осталось. Вы думаете, что количество может привести только эталон? Количество, наверное, да. Количество привносится к эталону. А в четвергом случае, к тому же, качество привносится. Кроме количества, уже и качество еще. Ну, это надо подумать. Это сравнение. Ситуация с международным методом. Нам надо хорошенько обсудить. Давайте пока... Именно с учредением действительно количества и качества. Эталон, еще раз, это предусловно-количественное измерение. А вот здесь, когда конкретизируются отношения, вот это отношение конкретизируется здесь. Я сказал в два раза. Может, я не имел права так говорить? Может быть, в этом случае появляется теплота света. То есть мы добавляем что-то, и возникает нечто новое. Или там красненность, или что-то синий-синевар. Может быть. Если, еще раз, если это конкретизирует это, если это отношение конкретизируется этим отношением, то надо сильно подумать. Можем ему сказать, что в два раза. Или в полтора раза. Или в 1,1. Ну, хорошо. Возьмем это. Это взять надо до двух. Возьмем четвертую ситуацию. Второй отличается от первого. Эти. Назовем его триза. Триза. Как можно рассматривать этот признак? Этот признак можно рассматривать. Как признак, отличающий второй отрезок от первого отрезка. Т.е. буквально второй отрезок отличается от первого отрезка этим признакам. Этой своей частью. Которая и выделяется как часть лишь по стоку, поскольку отличается первый от второй. Потому что, опять-таки, их организируются отношения. Второе нельзя просто так выделить. Оно выделяется только потому, что оно отличает второй от первого. У нас, кстати, получается, мы можем сказать, что второе отличается от первого. Только у нас остается что-то во втором отрезке, что мы не знаем. И чтобы узнать, что осталось, нам нужно опять сравнивать с первым. Т.е. мы берем второй отрезок. Мы говорим, что он отличается от первого, чем оставшаяся часть. Но, опять же, не знаем, что осталось у нас. Мы ее снова должны будем сравнивать и говорить, что отличается она от первого или не отличается. И так до бесконечности. Если она не отличается, так не отличается. А как мы можем сказать, что она не отличается? Осталось. То, что осталось. Вот так отличается и все одинаково. Одинаково и все. Но, что нам это действительно важно, что происходит при эталонном определении. Мы сначала отравим на части, говорим, что второй из двух частей. Говорим, что третий из трех частей. Потом сравниваем имеющиеся части. Говорим, что три в полтора раза больше двух. Здесь ничего подобного. Здесь с самого начала идентизируем соотношение. Поэтому выделение во втором отрезке некой части, возможно, именно потому, что эта часть отличает его от первого от первого. Так просто разделить, как в одолонном случае, на два, мы не можем. Признать в одолонном признаке, что он отличает второй от первого. Не что иное, как признак. А не просто часть. Признак отчасти отличается именно этим, что мы его высоединяем только потому, что он создаёт отношения, само высоединение создаёт отношения второго и первого. Как вроде признак должен быть какой-то абстрактной категории, а у вас получается, что признак это просто добавка. Ну что такое признак? Это вот длинность как таковая, это и должен быть признак. А у вас просто признаком стала какая-то добавка. Или вы имеете просто признак отличия? Да, признак отличия. А зачем тогда слово признак? Просто отличия. Отличия бывают буквы. При эталонном измерении мы сначала делим этот надло, потому что это делим надло, с помощью эталона. И вот это является отличие, но тогда мы говорим, что это часть, которая отличает третья сторона. Третья сторона отличается вот этой частью. Когда часть, чтобы сначала делить, часть создаёт условия для сравнения. Не разбиваясь на части, ты не сравниваешь. Здесь приятное слово. Здесь сравнение является условием для разбивания части. Не сравнивая, не разобиваясь на части. Прямо на обратно, обратно на обратно. Риск определяем только потому, что он отличает второй от первого. А здесь третья отличается от второго тем, что у него есть часть. Ну тогда во втором случае мы должны знать, когда мы начинаем различать, мы должны знать, осталось ли у нас что-то от второго. То есть они первое от второго отличаются только в том случае, если мы знаем, что что-то осталось. Вот эти две части, то есть когда мы говорим, что вот это отличается от этого. Вот на эту величину мы должны знать, что осталось вот это. Потому что если мы не знаем, что это осталось, то они могут быть одинаковыми. Нам нужно знать, что что-то осталось. Нам нужно опять что-то с чем-то сравнить. То есть получается не прибавление, а как бы вычитание. То есть в первом случае у нас получается, возможно, ситуация прибавления, а во втором случае ситуация вычитания. То есть мы делаем обратную сторону. То есть деление, грубо говоря, в первом случае умножение, а во втором случае деление, обратная операция. Какого-то такого не может быть? Не знаю. Не знаю. Тоже, тоже, тоже. Не знаю только одно. Что этот часть, этот признак второго отрезка во втором отрезке выделяется только потому, что он позволяет сравнить второй отрезок с первым отрезком. Сначала сравним, а затем учреждения. Ну или сравнимы заключаются в учреждении. Но ни в коем случае не так. Сначала учреждение, а затем сравним. Часть от признаков отличается существенным. Итак, на данный фактор признаков мы его можем рассматривать таким образом, что этим признаком второй отличается от первого. Но с разным успехом мы можем рассматривать этот признак и по-другому. Мы можем сказать, что есть отношение двух равных ли, двух одинаковых отрезков, которые конкретизируются этим три. Можно сказать так, а можно сказать так. В первом случае этот признак отличает второе отрезок от первого. Во втором случае он конкретизирует отношения первого и второго. Даже первого. Даже первого и второго. Отрезают отношения равны длины. Сначала яички даны две равные длины. А затем их отношения конкретизируются. Они соотносятся так. Это примерно как получается взять два стола. Один красный, другой просто стол без цвета. Первый стол отличается от второго наличием признака красных. То есть вроде как они из столы, но с другой стороны добавляется признак красных. Зачем ее разложить? Просто есть исходная ситуация отношения двух равных ли. И конкретизация этого отношения заключается в том, что этот земля длиннее, а этот земля длиннее. Путем раскрытия этого признака мы уточняем отношения земли. Отношения есть, но мы конкретизируем таким образом, что одно длиннее, а другое короче. В основном случае можно интерпретировать это. Но если взять второй случай, когда признак конкретизирует имеющиеся отношения одинаково. Идите. 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 В основном, если признак конкретизирует, то получается, что длина, то есть признак превращается в артилитию. Признак превращается в параметр. Но в параметр чего? В параметр отношения. В параметр отношения. Привер превращается в параметр отношения двух одинаковых качеств. То есть длина является свойством длины. Длина является свойством, характеристикой, параметром отношения длины. Длина, свойство длины – это мудрость. Может вообще еще мудрость? Ну что же? Длина как свойство длины – это, конечно, ерунда. Но длина как параметр, который характеризует отношения длины. Это может быть и ерунда. Потому что параметр вообще – это не отношение качества, не характеристикое качество, не свойство качества, а характеристикое отношение к качеству. Исходное предположение заключается в том, что высота звука не является характеристикой звука, а является характеристикой отношения. Высота звука не является характеристикой звука, а является характеристикой отношения двух звуков. Яркость цвета не является характеристикой цвета, а является характеристикой отношения двух цветов. Сначала устанавливается отношение двух цветов, а Затем в отношении двух яркостей дается ее характеристика. Нет такого, что яркость является характеристикой цвета. А есть, что две яркости дают нам характеристику отношения двух цветов. По этой логике, мы длину делаем характеристикой свойств длины. Потому что длина является не свойством длины, а является свойством отношения двух длины. Чтобы появилась характеристика, нужны два условия. Например, чтобы яркость стала характеристикой цвета. Первое условие. Яркость не является характеристикой цвета. Яркость является характеристикой отношения двух цветов. И второе условие. Чтобы появилась яркость, цвета должны быть одинаково. Звуки должны быть одинаково по громкости, только тогда мы сможем услышать высоту звука. При различии громкости, мы не услышим, не выделим выше и ниже. Звуки должны быть одинаково. Следовательно... Нет, кстати, почему? Громкость может быть разная, а высота может быть так же разная. У разной громкости. Громкость с высотой не связана. Громкость может быть низкая, а тихий звук очень высокий. Когда параметр уже найден, то да. Но когда параметр еще не найден, то есть высота еще не определен, нет высоты пока, только громкости. Только громкости. Чтобы параметр был найден, определен, зафиксирован. Кромкости нужно определять. А почему высоту не сравнивать опять же с нулем? Ну для высоты какой-то слой там, слой нибытие, слой ноль. И точно так же громкость сравнивается с тишиной, точно так же высота сравнится со своим каким-то там. У высоты нет небытия. Почему? Везде есть контраст. Потому что высота это параметр. У параметра небытия нет. У громкости небытия является тишина. У высоты нет небытия. Поэтому при громкости мы движемся от тихого более громком, еще более громком. А высота все равно выше-ниже. Не заключается добавить от стороны, от небытия от небытия идут. Что выше-ниже от небытия, что не изменить от небытия. Это параметр. Это не качество. Это параметр качества. То есть высота может быть учена в громкости. Какой-то является в принципе громкость, то же появляется высота. Громкость не может без высоты, с одной стороны. Как появится высота в отношении двух громкостей, если ее нет изначально? Как я говорил, наша задача не создать из ничего высоту. Наша задача сформулировать форму сознания, которая позволяет, на виду с определением качества, получить еще и параметр качества. Я говорю, что параметр рождается при таком условии. Высота звука не является параметром звука, а является параметром отношения разных звук. Сначала отношения разных громкостей, затем параметр, который характеризует это отношение. Громкость. И для того, чтобы выделить параметры, характеризующие отношения громкости, Громкости должны быть уравни. Следовательно, параметр, это есть параметр, высота есть параметр отношения двух одинаковых громкостей. И тогда появляется форма мысли, которая позволяет охарактеризовать это отношение двух одинаковых громкостей. Игорь Михайлович, знаете, у меня не хватает операции сравнения с собой. То есть у нас сразу начинают сравниваться две длины. А мне кажется, что должна быть операция сравнения одной длины с собой. Как бы вот эти первые единички. То есть она должна сначала измерять себя. И вроде как у вас так и было. Ну, тебе кажется, ничем не отличается сравнение с другим. Что с собой сравниваешь, то сравнение между другим по сути не отличается. Ну, я просто что имею в виду, что раньше у нас всякое сравнение, всякое отношение просто давало, было в том, состояло в том, что оно разное. Вот это иное этого. И иное третье. И так далее. То есть были только вот эти вот иные. А операции установления того же самого не было. Поэтому, когда мы прикладываем первый отрезок ко второму, и говорим, что это отношение двух равных отрезков, то у нас не задана операция отношений равных. Ее просто не было до сих пор. А здесь мало того, что отношение равных, но еще и отношение равных, комплектизированное в некотором доезде. А сначала должно появиться отношение равных, то есть первый отрезок должен измерить сам себя. А не получим ли мы тогда эталон, если первый отрезок сам себя измерит? Имеется отношение первого и второго отрезка. Которого мы знаем, что второе отрезок другая, если она не укрепилась. Затем мы отвечаем вопрос на сколько. Для этого мы первую сравниваем с собой. Затем первую сравниваем со вторым. Выясняется, что первая равен себе. Мы же до сих пор не говорили об этом, что первую сравниваем с собой. А сразу сравниваем первую и вторую. Сначала он сравнивается со вторым и укладывается к нему два раза. Или по-прямому по-другому укладывается. Снежный самолёт себе. Себе он равен. Второму он не равен. Даже больше второй, я не знаю. Он не равен. Выясняется, чем отличается второй от первого. При этом, хотел сказать я, при переходе от третьего к четвёртому, мы получаем конкретизацию отношения первого и второго отрезка. Не измеряем второй от первого, а измеряем этим отношением, это отношение. Пусть мы измеряем, но мы измеряем это отношение, чем вот этим отношением. То есть это измерение значит, скажем так, мы измеряем это отношение и этим отношением. Пусть что я хотел сказать? Так есть измерение отрезка самим собой или нет? Да, это обязательно условие. Так а разве это не есть смысл эталона, что эталон сам себя измеряет? Нет. Эталон, смотрите, вот эталон, прежде чем измерить второй отрезок, он должен измерить сам себя. Ага. Так это и есть смысл эталона. Эталон просто устанавливается, он не измеряет сам себя. Нет, ну как бы... То есть эталон просто фиксируется, а это эталон. Ну да. Совершенно будет не мерить. Совершенно справедливо, да. То есть просто некоторым... Это вопрос всегда договорённости, да. Вот этот вот кусок длинный, да, объявляется эталоном. Всё. Он сам себя, вот этой логической операцией уравнивания себя не нужно. Как только мы волонтерируем... То есть если эталон метр, то это не метр, а это просто эталон. Конечно. То, что он метр, это он себя не измерил. Конечно, вроде метр. Не важно, метр, локоть... Дело не в этом. Он себя измерил тем, что он стал эталоном. Нет, совершенно не обязательно. Он просто таков. Его задача не измерять себя, а измерять других. Вот мне как бы представилось, что здесь отличие с эталоном именно в этой штуке. Что это не отношение с собой и не отношение с другими, а просто как бы установление качества других. И в этом дело. Здесь нет отношения между двумя элементами, а есть просто качество других элементов. Другой элемент оказывается дважды первый, дважды эталон. Или полтора раза эталон. Не суть в армии. Я не очень понимаю, какие это имело как бы дальше следствия для теории Маркса, то, что для него был эталон. А если бы он в основании положил отношения этих элементов в целом, то что бы это повлекло для его теории? Я не понимаю совсем, но, допустим, разница все-таки хотя бы в этой точке есть. Еще раз я ошибаюсь, что если отвергается собой, то не возникает количества? Нет, я хотел сказать только следующее, что введение, волонтеристское введение эталона, оно устанавливает сразу некоторое объективное количество того, что этим эталоном измеряется. А у вас речь не о том, чтобы установить некоторое объективное. То есть вот второй отрезок, вот он сам по себе равен там двум метрам. А у вас речь идет о том, что каждый раз не второй отрезок сам по себе, а второй отрезок в отношении к первому отрезку. То есть речь не о том, что он обретает некоторое объективное, независимое от всего остального качество, а о том, что он состоит в отношении с другим отрезком. Ну да, при эталоне эталон изымается из мира измеряемых вещей, и им измеряется. И это дает объективность всему миру, кстати сказать. Во втором случае, талон не вычиняется из измеряемого, он измеряется. Что по максимуму заключается, что он считал, что деньги – это следствие отчуждения. Деньги – это талон измеряющие, то нужно выгод из мира товаров и измерять другие товары. И это в принципе всегда отчуждение. То есть какой-то такой… Принят, который сам товар не является, измеряет. И это возможно только предусловить частную собственность. Ну это долгое рассуждение, а так это не причинно. А здесь измеряющие не выделяется из мира, оно измеряет себя, другое. Он остается в этом мире. Он остается в этом мире. И это имеет следствие для политэкономии. Но именно эта ситуация важна. Не взымает. Кстати, странно, применительно даже к Марксу. Ведь и в те времена уже были финансовые инструменты. То есть деньги сами выступали в качестве товара. Ну так, чисто даже эмпирически. Или я, может, что-то путаю, но нет. Тогда был золотой эквивалент, поэтому деньги – это был… Не-не-не, но все равно деньги. Деньги были товаром, и золото было товаром. Наверное, конечно, это не товар. Оно специфический, конечно, товар, но все равно уже это был товар. Поэтому, честно говоря, я не знаю, как он у Марса. Но странно это его извлекает, на самом деле. Не-не, но у Марса есть понятие «судный капитал» что-то удивительное. Я ответил на вашу вопрос? Да. Мы от этой реальности, третьей реальности приходим к четвертой реальности. где понятно, что этот призем отличает второй отрезок от первого отрезка. Этот призем может понимать не только так, что он отличает второй от первого, но и понимать так, что он дает характеристику отношений двух одинаковых. И тогда мы получаем первые понятия характеристики, не выходя из длины. Не выходя из длины. Не выходя из длины. А. Длина у нас все-таки становится парой. Да. Длина больше становится парой. Если сначала есть отношения двух одинаковых длин, а потом этот призем показывает, что это длиннее. Сначала мы фиксируем отношения длин, а затем мы даем этому отношению параметр длиннее и короче. И мы фиксируем всегда ситуацию, что если сюда перенять, то это одинаково или не надо, то это одинаково. Так а если бы речь шла о высоте, то как там? Ну да, одинаково. Почему? Одинаково. В звуке, допустим, сравнивали бы громкость, а потом надо было бы сделать вывод о высоте. Разве можно было бы вот так петь? Конечно, звук громче. Есть. Тут по этой желудке что-то имеют. Громче можно рассматривать, как отличие сильных звуков от армулавных звуков. Можем рассматривать его как признак, отличающий второй более прочий звук от первого более тихого звука. А можно рассматривать как параметр фрактивизи, у которых отличает два уже установленные отношения двух одинаковых звуков. Не, ну как к признаку высота-то перейти? Не в этом. Дело в том, что громкость до сих пор была не параметром, а определением, а сейчас та же самая громкость становится параметром. То есть, в принципе, появляется возможность носить параметры. Если мы имеем отношение двух громкостей сначала, а затем как-то уточняем, чтобы это начало, отношение двух громкостей, то громкость действительно расслабится. Здесь громкость в качестве определения выступает, отношение двух определений, а здесь она характеризует, уточняет это отношение зафиксированное. Отношение двух одинаковых громкостей. Они характеризуются этим образом. И таким образом громкость в виде уже не определения, а параметры. Но параметры, еще раз, не громкости, это ерунда, а параметры отношения двух громкостей. Если громкость параметра громкости, то, конечно, бред. А если параметры отношения двух громкостей, то, может быть, и не бред. А если не бред, то у нас, видимо, открыт путь к параметру вообще. Мы узнаем условия выделения параметра. Мы должны уравнять две громкости, узнать их отношения двух громкостей. И тогда высота, разная конечно высота, будет параметром, параметр чего? Отношение двух громкостей. Нет, ну там же может еще и тембр быть. Так это все смешано будет. Параметры это понятно. Так они будут одинаковые по громкости, но не одинаковые по тембру. И не одинаковые одновременно по высоте. То есть одновременно сразу два параметра смешаются. Нам нужно сначала все параметры уравнять, чтобы выделить какой-то один. Ну, честно говоря, мы не представляем технический. Надо ли уравнивать высоты, чтобы найти тембр? Это вопрос, наверное, технический. Потому что нужно громкости, то есть определения выравнивать. Это вопрос существа-дела. А как параметр связать с другим параметром? Как определение связать параметром? Это существо. Это принципиально. А как параметр с параметром? То есть еще один параметр нанизает на определение. Это ладно. Как это сделается? Можно думать, но я хочу отличить эту мысль. Параметр качества не является параметром качества, а является параметром отношения разных качеств. Высота звука не является параметром звука, а является параметром качества. Средизующим отношением друг к другу. Вот это совсем необычная мысль. Так никто не думает, а вот дело в этом. Высота звука не есть свойство звука, а есть свойство отношения разных звук. Сначала должны быть разные звуки из разной громкости, а потом ищем параметры. Как бы это ни происходило. Сейчас посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok